Итак, дорогие друзья, сегодня в нашей рубрике «Прошенный гость» известная российская певица Татьяна Овсиенко. Доброе утро, Татьяна! Доброе утро, доброе утро всем. И хорошего дня, конечно. Как у вас дела, первый вопрос? Ничего, потихонечку. Все, слава Богу, работаем потихоньку. Вы имеете в виду, в данное время, в данное время, утро наступило, хороший день, надеюсь. Вот, готовность к съемке сегодня небольшая. Ну, давайте немножечко поговорим как раз-таки о вашей творческой деятельности. Что интересного и нового у вас сейчас происходит? Что-то какие-то записи, песен, альбомов, концерты, гастроли, поклонники, не знаю, что еще. Как живет звезда? Все, слава Богу, все рядом. И гастроли есть, и не могу, конечно, так слишком сказать, что это было как раньше, но все-таки они есть. Не жалуюсь. Поклонники вроде со мной. Мы дружим, мы общаемся. Клип недавно сняли вот совсем на новую песенку. Готовимся к чему? Ну, какие события? В ближайшее время, ну, наверное, выпустится юбилейный. Будет 10 лет, как выпущен был альбом «За Розовым морем», и мне решили сделать подарок, выпустить его юбилейный диск. К десятилетию, ну, собрать там все песни, которые не выпущены и выпущены. Что касается гастролей, ну, вот собираемся в Ростов на днях. Знаю, что ближайшее будущее, так, я уже планирую себе, и так и сказала продюсер, что будет у нас поездка на Дальний Восток. А так, ну, а что еще? Ну, так, живем, радуемся жизни. Ну, мы вместе с вами радуемся, на самом деле. Всегда приятно слышать любимых артистов, которые, в общем-то, продолжают свою деятельность, не вставая. Ой, да, конечно. Татьяна, ну, вы достаточно уже все-таки опытный артист, артистка, певица. Да, да. Как вам кажется, в наше время, каким мне надо обладать качествами, чтобы молодым, талантливым людям пробиться вот туда, к вам хотя бы как-то поближе, к небосклону? Ну, господи, мне кажется, сейчас так уже такое количество возможностей и какими качествами, наверное, очень нужно любить то, что свое делали, вернее так, стремиться, чтобы сбылась твоя мечта. Мне кажется, когда человек очень сильно верит или по-настоящему верит, искренне, душой делает все правильно и честно, мне кажется, все всегда получится. Ну, давайте примерно вот так представим себе девочку, там, не знаю, лет 13-14, которая вот увлекается, поет, она любит, родители всячески ей помогают, какие-то там педагоги по вокалу. А что же ей нужно сделать, чтобы выйти вот на этот уровень, скажем так, более профессиональный? Может быть, ей нужна такая знакомая, как вы, которая могла бы как-то помочь? Спасибо большое. Ну, я, конечно, с радостью, я, во-первых, и помогаю, кому могу, но я думаю, что сейчас есть разнообразные возможности. Во-первых, естественно, музыкальное образование, если оно есть, хорошо, нет, ну что, можно стремиться к тому, чтобы оно было, наверное, все-таки рядышком. Занятие здорово. Когда человек трудится, неважно, школа, это занятие вокалом, это всегда приносит какие-то положительные результаты. Ну, а если уж удастся попасть на какие-то передачи, тем более, вы же знаете, что у нас все теперь вокруг связано. Если есть радиостанции такие, допустим, как вы, вот возьмете девочку, я буду вам благодарна. Могу даже и за ручку привезти. Если есть какие-то телевизионные передачи, то, пожалуйста, конечно, сейчас достаточно много всяких телевизионных, это все вместе дает человеку, наверное, какие-то силы, когда его видят, когда со стороны кто-то говорит какие-то слова, неважно, бывают же и проигрыши, но они всегда должны быть с оптимизмом. Мне кажется, человек должен стремиться к этому. Любой проигрыш или победа, это всегда победа. Это всегда человеку хорошего, и мне кажется, это приносит свои позитивные результаты. Главное, не унывать ни в каких ситуациях. Золотые слова прямо сейчас хочется уже такой... После этого хочется уже сесть за стол и, так знаете ли, общаться на более доверительные темы. Татьяна, помимо карьеры певицы, у вас в жизни есть какие-то еще дела, куда вы тратили бы свое время, свою энергию? Хотите вас порадовать, я стала бабушкой. Ура! И каково вам в новой роли? Вы знаете, я пока, к сожалению, к сожалению моему они далеко от меня, но я вот недавно летала к ним, они живут в Америке, я ребенок, но сын у них поучиться. Потом в прошлом году подарил мне еще невестку, сказал, что мама у нас свадьба. Ну, а в этом году уже есть у нас и вот полгодика у меня, Александр, есть внук, видела его, правда, один раз. Общаемся мы теперь благодаря всем сетям. Вот. Но надеюсь, что немножко подрастет, увидимся здесь. Нет, значит, будем я к ним летать как-то. Так что вот такая у меня забота теперь есть. Теперь у меня в сердце еще есть один кусочек маленький, вот, о котором нужно заботиться, конечно, любить. Ну, я думаю, что Игореша управляется, вижу, что он счастливый отец, вот, а что помимо этого, ну, не знаю, занять себя спортом. Хочу очень хорошо, помню раньше когда-то, вернее, мамочка меня просит, чтобы я вернулась к тому, что я закончила с красным дипломом по фортепиано в музыкальную школу. И, естественно, тогда, когда родители говорили, что надо, Таня, учись, надо, надо музыкальная школа, нужна гимнастика, нужна это, нужно все. Я, конечно, в музыкальную школу ходила, ну, скажем так, не очень с большим желанием, просто слушалась маму. И, естественно, когда закончилась, это был седьмой класс образовательной школы, а пианино тогда в то время брали на прокат, мы, естественно, успешно от него избавились. И я больше как-то особо, ну, только уж, наверное, спустя годы, когда уже в Москву уехала, когда стала заниматься своими карьерой, естественно, как-то так у меня пальчики-то уже и ослабли. Хочется мне вернуться к тому, чтобы поиграть в свою пачку любимую, или исполнить вам где-нибудь там коллизии, допустим. Ого, интересно. Да, так что есть какие-то, знаете, такие вещи, которые когда-то в свое время не успевал. Ну, казалось так, ну, спортом ладно, я уже все вроде бы как знаю, если есть фитнес, хорошо, если есть бассейн, хорошо, если этого другого нет, я найду и дома предметы, которыми можно позаниматься. Что касается своей любимой работы, это вся моя жизнь, поэтому она на первом месте. Здесь просто все зависит от переменных мест, я как это называю. Значит, говорят, есть у вас какое-то любимое время, когда вы отдыхаете? Я говорю, да, это когда нет гастролей, начинаются съемки клипа, если нет клипа, начинаются гастроли, а потом появляется новая песня, это на студии, вот смена вот этих переменных мест все равно связана с работой. И называется моей жизнью, и поэтому, ну, вот, собственно, так. Ну, вот хотелось бы... А, еще у меня животных много, вот еще что-то. Вот. Каких? Сколько? Вот, как и собаки. Собака у меня, большая собака, лабрадор, два тибетских мастифа, но они, конечно, за городом живут. Кошка одна здесь со мной в квартире, и три еще за городом. Вот. И рыбки. Татьяна, вот такой вопрос сейчас у меня, я всем задаю, на самом деле, не все, правда, бывают к нему готовы. Если вы не готовы, то так и скажите, мы не обидимся. Представляю себе вас с утра, проснувшуюся, вышедшую на кухню, заваривающую себе кофе, я не знаю, может быть, даже какой-нибудь бутерброд приготовливающий, и вот в этот момент вы как будто что-нибудь напиваете. Случается такое? Так. Ну, конечно. Вот что вы напиваете, и могли бы вы сейчас буквально пару строчек сейчас, вот, не знаю, вот, по телефону для наших слушателей исполнить? Парам-пам-пам, парам-пам-пам, не знаю, что сейчас я придумаю, сейчас подождите. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку, Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. И далее, тили-тили. Тили-тили, тили, трали-вали. Это мы не походили, это нам не задавали. Друзья, это Татьяна Овсеенко в прямом эфире на Русском радиоэстонии. Спасибо большое, я думаю, что всем нашим слушателям вы подняли сейчас настроение. В завершении утренней беседы, по традиции, от вас какие-нибудь пожелания для наших слушателей, для ваших поклонников? Дорогие радиослушатели, ну что, спасибо, во-первых, огромное, что вы слушали меня и мои речи. Я, конечно, скучаю по вам, конечно, с большим удовольствием появлюсь в ближайшее время. Что касается жизни, наверное, и души, хочу каждому дому, каждому вашему радиослушателю, всем присутствующим, кто слышит, кто любит. Музыку, конечно, всегда любите. Любите жизнь, не забывайте делать добро и всегда улыбайте. Спасибо большое, напомню, что у нас сегодня в гостях побывала Татьяна Овзиенко. Спасибо, пока.